Деньги за идею. Тольятти стал первым городом, где открылся российский стартап-тур 2014. Авторы лучших инновационных проектов смогут рассчитывать на венчурный капитал заинтересованных инвесторов. Среди членов жюри известный в бизнес-кругах Пека Вилья Кайнин. За что человек, который сам себя называет стопроцентным ботаником, получил прозвище «бульдозер» и почему он готов вкладывать деньги в умников из российской глубинки, узнала Ирина Грумеза. 90 дней, 26 городов и 6 тысяч участников. Таков размах российского стартап-тура 2014. На площадке Жигулевской долины собрались гуру бизнеса и начинающие предприниматели. Именно первые готовы платить вторым за идею. Лариса Уткина предлагает разработки по созданию инновационной аккумуляторной батареи для автомобилей системы Start-Stop. Она принудительно выключает и включает двигатель, сокращая время его работы на холостом ходу. Наша аккумуляторная батарея может использоваться не только на автомобилях системы Start-Stop, но и на обычных автомобилях. В этом случае срок ее службы будет увеличен до 7 лет. Стандартная батарея служит 3 года. Служит дольше, вы тратите меньше бензина и наносите меньше вред окружающей среде. Среди членов жюри Пека Вилья Кайнин, основатель крупнейшей компании в сфере диджитал-услуг. Причем создал он ее, когда ему едва исполнилось 13 лет. Себя он называет стопроцентным финским ботаником, однако коллеги прозвали его «бульдозер». С 2011 года в поисках технических гениев он колесит по регионам России в качестве советника президента фонда Сколкова. Россия обладает самым громадным и многообещающим потенциалом на ближайшие лет 30, когда мы начали наш первый российский стартап-тур 2013, москвичи очень скептически к этому отнеслись. Нам говорили, что в малых городах у вас очень маленький шанс найти достойные компании, но эти ожидания не оправдались. Лично я за последние 12 месяцев проинвестировал 6 стартап-проектов, и все они родом из регионов. Поддержку инновационному бизнесу в 63-м регионе оказывает как федеральное, так и областное правительство. Технопарк «Жигулевская долина» — яркое тому подтверждение. Помимо непосредственной помощи компаниям-стартапам, это еще и новые рабочие места. Это те рабочие места, где выработка на одного рабочего или одного сотрудника намного выше, чем низкоквалифицированный труд. И, соответственно, это дает и больше дохода, это дает больше возможностей для налоговой базы. Именно в таких рабочих местах Самарская область заинтересована. Ирина Грумеза, Борис Кислица, Новости губернии, Тольятти.